Давайте поговорим про нокаут. Я не знаю, можно ли назвать это нокаутом года, но это очень значимый нокаут в 2021 году. Вот сейчас, увидев этот нокаут, я понимаю, что это, оказывается, был не фейк. И, скорее всего, Абдул Хилим Идилов является учеником подобных инструкторов и владеет вот этой техникой бесконтактного врубания своих соперников. Так, сегодня 4 ноября, день народного единства в России. Это в моей судьбе, этот день сыграл очень важную роль. 4 ноября 2015 года я был похищен в центре Грозного. На тот момент высокопоставленным чиновником кадыровского правительства, его власти и его родственником по совместительству исламом кадыровым, он на тот момент занимал должность руководителя администрации главы и правительства кадыровской Чечни. И так уж получилось, что на День народного единства в моей судьбе произошли очень серьезные изменения. Так что это такая значимая дата в моей жизни. После этого дня, после 4 ноября 2015, моя жизнь пошла уже в другом направлении. Не в том, в котором она шла до этого. Можно сказать, это день, когда моя жизнь разделилась на до и после. Поэтому для меня это очень такая значимая дата. Поздравлять россиян с этим праздником я, конечно, не буду. Я вообще до последнего не мог выучить, что это за день, что это за праздник такой. Я постоянно забывал, знал, что это какой-то российский праздник, но забывал название, что это за день. Сейчас я все-таки уже научился, выучил. День народного единства. Непонятно, какие там народы объединились. Учитывая, что народы Кавказа были покорены. Хотя покорены, наверное, неправильное слово. Покорение это когда народы смирились с оккупацией. У нас все-таки никто не смирился. Мы находимся под оккупацией. И стремимся к тому, чтобы освободиться от этой оккупации. Поэтому это не совсем покорение. И о каком-либо единстве здесь, конечно, никакой речи быть не может. Давайте поговорим про нокаут. Я не знаю, можно ли назвать это нокаутом года. Но это очень значимый нокаут в 2021 году. Были какие-то бои, опять Кадыровских детей, всевозможных представителей Кадыровской семьи, скажем так. И выступил на этих боях и Кадыровский, ну няня, его называют в народе у нас няней Кадыровских детей. Он тренирует их. Сам по совместительству тоже является бойцом. Его зовут Абдул Керим Эдилов. Так вот, я просто предлагаю вам сейчас посмотреть этот нокаут. А он выступал там против одного бойца заграничного. И одержал победу нокаутом. Но вот я хочу, чтобы вы посмотрели этот нокаут, ну и сами сделали выводы по этому поводу. Посмотрите, он вот... Вот отчего этот человек упал? Есть еще одна съемка из зрительного зала. Здесь прям отчетливо и видно. Давайте... Отчего он упал? Что это было? Это, видимо, Эдилов... Вот я где-то в Ютубе нарывался не раз на какого-то инструктора российских чего-то там боевых искусств. Он где-то в армии там что ли. И он показывал технику бесконтактного боя. То есть он где-то там в том конце, значит, комнаты делает какой-то удар. А в этом конце комнаты кто-то падает. Но я так понимаю, я воспринимал это как некий фейк. Я думал, что это, ну, наверное, какая-то фейковая тема. Вот сейчас, увидев этот нокаут, я понимаю, что это, оказывается, был не фейк. И, скорее всего, Абдул-Хилим Эдилов является учеником подобных инструкторов и владеет вот этой техникой бесконтактного вырубания своих соперников. Можно не касаясь вырубить, а можно еще коснуться перчатки, допустим, или еще чего-то через стену, может быть, ударить стену, на той стороне человек вырубится. Вот это, мне кажется, был пример такого нокаута. Он просто коснулся его перчатки, тот был в блоке, то есть в защите. И, а защита подразумевает, что тебя не вырубят. То есть, для чего ты вообще защищаешься, когда боксер поднимает свои перчатки, защищает свое лицо от прямых попаданий своего противника. Он защищает в большинстве своем свою челюсть, чтобы таким образом смягчить этот удар. Каким бы сильным ни был удар, когда он попадает по твоей руке, то это сбивает его силу. И ты уже, да, ты получишь этой перчаткой по своему лицу, но это не нанесет тебе какого-то вреда, ты не вырубишься. А здесь мы видим нарушение всех этих физических законов. Мы видим, что человек ударил по блоку, и соперник ушел в нокаут. Ну, браво просто, я не знаю, мы аплодируем стоя. Я думаю, это, наверное, у Идилова очень серьезное будущее в этом спорте. Если он подобным образом будет применять эту технику бесконтактного вырубания, то соперников у него не останется. Скорее всего, это будущий чемпион во всевозможных видах спорта, ударных, и по всем каких-то организациям. В общем, это бесспорно непобедимый человек. Браво. Саламу алейкум, Тумсо. Я слышал, ты плохо отзываешься об Азербайджане. Можешь пояснить? Саламу алейкум ассалям. Что значит плохо отзываешься об Азербайджане? Если критика каких-то вещей, которые присутствуют в Азербайджане, если это плохо о нем отзываться, то в этом случае да. Но я не считаю, что это плохой отзыв в Азербайджане. Критика существующих режимов каких-то политических, критика каких-то вредных проявлений, которые есть. Это нормально. Если ты считаешь, что мы должны закрывать на это глаза и говорить только хорошее, то мы с тобой просто не согласны. А так, я считаю, что несмотря на любые имеющиеся какие-то проблемные моменты, все равно нужно как-то находить точки соприкосновения, взаимодействия, не враждовать, а наоборот пытаться как-то дружить. Субтитры подогнал «Симон»